Дорогие братья и сестры, всех поздравляем с праздником в честь Владимирской иконы Божией Матери. Сегодняшнее празднование в честь Владимирской иконы называется Сретение. Сретение, то есть встреча этой иконы с жителями Древней Москвы в 1395 году. Икона эта находилась в тот момент в городе Владимире на Клязьме, но уже юной столице Руси, Москве, требовалась особая помощь, поддержка и защита. На Москву двигались полчища Тамерлана, восточного завоевателя Тимур, его второе имя, под которым он известен. Разрушители, захватчик многих городов от его имени приходили в трепет даже правители Европы. И вот его войска, находясь где-то в районе города Ельца нынешнего, остановились. И там в сонном видении Тамерлан увидел пречистую деву, которая с множеством ангелов запретила ему идти дальше, запретила ему брать и покорять город Москву. А в это время у нас в Стольном Граде крестный ход шел из Кремля за пределы в район так называемого Кучково поле, где встретились два шествия из Московского Кремля и из Владимира на Клязьме, который этот крестный ход из Владимира нёс икону пречистой девы. И святители Московский Киприан и князь Василий встретили, поклонились. И наверняка также, вот как и процитированные, прочитанные сейчас Евангелие от Луки, могли воскликнуть с праведной Елизаветой. И откуда мне сие, что прииди, мать и Господа моего ко мне, молитва, вера творит чудеса. Икона с тех пор осталась в Москве, в Московском Кремле, была поставлена в Успенском соборе, ещё в предшественнике того, который сейчас стоит, и явилась вот такой главной святыней Московского государства, ещё не раз являя помощь, защиту и покров. Ну, кто-нибудь спросит, а где же дальше многие и всякие чудеса по любому поводу, по любой угрозе, которые бесконечны в жизни человеческой, в жизни и государства, и отдельного человека, всё время что-то угрожает нам, и какие-то войны, и эпидемии, и болезни, и бунты, и революции, кровопролития и так далее, и так далее. Но вот чудо не работает вот так механически, никакое чудо не работает, что называется, во что бы то ни стало. Это действительно вот некий дар. Вот иногда он даётся, а иногда не даётся. Вот иногда люди молятся, просят о чём-то, а всё остаётся не с места. Значит, в этом тоже есть свой ответ, и свой тоже отклик и задание, чтобы люди перенесли и претерпели то, что выпало на их долю. Иногда происходит облегчение, иногда его не происходит. Но Бог от нас тоже очень многого просит, и мы, как правило, глухи к Его просьбам. Мы тоже должны творить чудеса, если Бог творит чудеса для нас какие-то, да, и мы ждём этих чудес, как манну небесную, и просим о них, и умоляем, и очень нам не нравятся, если они не случаются. Так Бог от нас тоже ждёт таких же чудес, чтобы в своей жизни мы тоже были чудотворцами, чтобы мы исполняли бы Его закон. Мир создан Творцом так, чтобы было взаимодействие между Богом, между духовным миром и человеком. А не только что человек и сотворённый Богом мир, он только всё потребляет, он только всё просит, всё портит в конечном итоге. Как люди испортили землю, испортили её экологию, испортили окружающий мир, испортили свою собственную жизнь. А Бог говорит, любите, прощайте, помогайте, не воюйте, не убивайте, не обманывайте, не унижайте друг друга. Но люди будто бы ничего этого не видят и не слышат. Им только надо дай, дай, подай, да побольше. А если не подашь, мы сами возьмём. А если кто-то будет не давать, так мы убьём того, кто нам не даёт. Отнимем силы. И вот так, к сожалению, происходит. Поэтому не надо всегда вот так вот рассчитывать, как в волшебной сказке, что что-то там прочитали, помолились, что-то обратились, и сразу всё нам надо дать и подать. Нет. Это всё очень действует совершенно по другим законам. Может быть, тогда в какие-то моменты люди были достойны, им являлась такая милость. А в другие моменты были недостойны. А потом наступил 20 век, когда люди стали ломать эти все самые храмы, рушить их, сжигать иконы. Те же кремлёвские святыни были закрыты. Там поселилась безбожная советская власть в Московском Кремле, рядом с этими храмами дивными. Аж на 70 лет разложила трупы и лжемощи своих кумиров кровавых. И эти лжемощи так и лежат, и люди им поклоняются. А мы всё себя считаем, что мы самые лучшие, что мы самые достойные, что мы самые святые. Не пора ли нам честно и смиренно посмотреть на себя и увидеть всю бездну наших грехов, наших ошибок и заблуждений? То, что мы глухи и слепы к голосу Божию, к Слову Божию, к правде Божией. Что мы правду Божию извращаем на свой лад. Когда нам выгодно и удобно. Давайте нам Бога, давайте нам молитвы, благословения, иконы, крестные ходы. А когда нам невыгодно, мы всё это сломаем, сожгём, разрушим. Вот это лукавство, это лицемерие, наверное, препятствует тому, чтобы жизнь человеческая была вот такой же чудесной, как мы читаем про какие-то древние события. Будем, дорогие, стараться менять, что можно, хотя бы в своей личной жизни. Чтобы не делать никому зла, чтобы прощать, чтобы не оправдывать никакую ложь и не поддерживать её. Чтобы всегда молиться, Господи, ты помоги, ты помилуй, но да будет святая воля твоя. И помоги нам по примеру и по молитвам при чистой твоей матери исполнять то, что ты от нас ждёшь и просишь, чтобы мы исполняли в своей жизни святую твою волю, святые твои заповеди. Аминь.